С осени жители улицы Сеченова ведут неравную борьбу со строительной компанией за подъездную дорогу к своим домам. Ставят ворота, заборы, преграждают проезды техникой. На сегодня единственный путь для частного сектора проходит по оболочистой местности сквозь горы строительного мусора. В ситуации разбирался Александр Попов. Перекрыто, как вы видите, не случайно. Ковш стоит на дороге. Как попало, стоит трактор. Другой дороги проехать нет. Это один из эпизодов противостояния. Осенью по соседству с 25-м домом на улице Сеченова расселили ветхие дома. Предполагается, что на их месте в скором времени появятся две высотки. Строительство на улице Сеченова еще не началось, однако соседям будущего микрорайона уже жизни нет. Сначала перегородили одну подъездную дорогу, грозятся закрыть вторую, оставив болотистый, заваленный строительным мусором въезд, по которому ни пожарная, ни скорая проехать точно не сможет. Даже на внедорожнике в оттепеле снегопады застревают через каждые пять метров. То есть я застрял здесь, я поехал на работу во вторник и утром 10 минут копался здесь, ну потому что меня снесло. Ну, сами судите, сами все увидите, дорога непригодна для пользования. И не сказать, что застройщик не пытался. Выравнивали дорогу до тех пор, пока трактор не провалился. Однако решили, что и так сойдет и дальше продолжили перегораживать въезды. От этого столба, вот здесь проведут, вот до гаража, вот этого угла поставят забор капитальный. И нам здесь уже не выйти с семьей, все. И мы будем выходить, вот делать сами дорогу, вот сзади я вам показываю, забор убирать через соседа, через следующего соседа и на площадку там. То есть Василию Фаину предлагают для проезда снести забор соседа, спилить у него сосну или передвинуть сарай. Мы, в общем-то, люди уже не сильно молодые, к нам не подъедет ни скорая, не подъедет вот откачать слив. Потом не выйти отсюда нормально мы не сможем. Татьяне Владимировне застройщик уже предлагал выкупить недвижимость за 4 миллиона. При том, что рыночная стоимость дома с землей как минимум в два раза выше. К соседу даже не подходили, сходу объявив дорожную войну. Сейчас Владислав Писарев устанавливает камеры вокруг дома, предполагая, что этим дело не закончится. Как бы у него дом максимальное и на что-то согласиться. Может в удобный момент прийти и мне предложить какие-то условия, выгодные для них, скажем так. А вот компания «Стройинтеграл» от комментариев отказалась, заявив, что в договор с мэрией частный сектор не включен. Застройщик лишь огораживает выделенный ему участок. Александр Попов, Антон Мамаев, Новости ОТС.